Всем привет! В этих видео я расскажу и покажу, что использовать модули серии R9 от фирмы FrSky с аппаратурой FrSky Taranis очень просто. В сети много ходит противоречивой информации, что R9 глючная, что их сложно там прошивать, настраивать, но на мой взгляд все это из-за того, что люди не умеют нормально читать инструкции по их применению. Инструкция обычно четко указана, какая версия должна быть, например, прошивки OpenTX в Taranis. Прошивки должны быть одинаковой версии, что в модуле передающем, что в принимающем, но об этом позже. Первое, что необходимо сделать, чтобы не было проблем с использованием модули R9, это прошить Taranis с самой последней стабильной версией прошивки OpenTX. Делается это через приложение OpenTX Companion. Все ссылки я оставлю в описании к видео, где его можно скачать и установить. Скачивается установочный файл этой программы, OpenTX Companion устанавливается и запускается. При первом запуске вылезет окошко создания профиля передатчика. У меня уже настроен мой профиль, но я покажу, какие важные пункты необходимо сделать. То есть при первом запуске вылезет вот это окошко. Добавить профиль передатчика. Тут можно задать название профиля. Оно, по-моему, там в аппаратуре не будет нигде фигурировать, но вам, чтобы вы понимали. Далее нужно выбрать, собственно, ваш передатчик. В данном случае у меня используется Taranis X7. Когда выбрали, можно выбрать некоторые параметры. язык меню я использую английский. Русского тут и, в принципе, нет. Далее можно использовать, поставить галочку Flex R9M. Это позволяет использовать не сертифицированные прошивки, что позволяет использовать передатчик на мощности 1 ватт и мощность может изменяться динамически в процессе выражения моделью. Также полезна функция Lua, которая позволяет использовать луа скрипты в передатчике. Я, например, использую и выпустил видео по использованию луа скрипта и япу для отображения телеметрии ордопилота. Можно отключить вертолетные менюшки, если вы не вертолетчик. И, пожалуй, в принципе, каких-то таких полезных галочек здесь больше нет. Эти параметры настраивать не обязательно. Можно выбрать режим стиков, то есть газ слева или газ справа будет. И порядок каналов. Лучше выбрать AETR. Это более такой распространенный порядок каналов, которые используются и в Betafly и в ордопилоте. И, пожалуй, все. Это основные настройки, которые необходимо сделать. На второй вкладке можно выбрать предварительные тестовые сборки. Но если вы там не разработчик, не тестер, то лучше, конечно, использовать стабильные. Пожалуй, все. Это основные настройки, которые необходимо было сделать. Далее. Теперь необходимо подключить передатчик к компьютеру. Делается следующим образом. Выключается питание. Стики трима сдвигаются в центр и коротко нажимается кнопочка центральная. Все. Теперь аппаратура готова к подключению к компьютеру. Подключается USB кабель. Готово. Чтение и запись, прочитать модель и настройки из передатчика. То есть считались мои настройки, моих моделей. Можно их сохранить в какой-нибудь файлик, чтобы на всякий случай резервное копирование. В данном случае я это сейчас сделать не буду. Прежде чем закачивать прошивку в передатчик, необходимо ее скачать с интернета. Это делается следующим образом. Файл скачать. Скачивается именно вот эта вот версия прошивки. С вот этими вот параметрами. Нажимается кнопочка проверить обновление. В данном случае у меня залито в передатчик последняя прошивка, поэтому обновления больше нет. И нажимается кнопка скачать прошивку. И указывается, куда ее сохранить. Я отсылал папочку OpenTX и вот туда ее сохраняем. Также необходимо скачать содержимое SD-карты. Это вот файлик, который необходимо будет записать на флешку. Качается тоже самая последняя версия. Вот это вот. Самая последняя. Качается. Туда же сохраню. В этом файлике хранятся звуки, которые издает аппаратура. И также дополнительные файлы, которые нужны ей для работы. Поэтому содержимое SD-карты тоже нужно записать и поставить в аппаратуру. Окей. Пока загружается содержимое SD-карты, можно обновить прошивку передатчика. Указывается путь к скачанному файлу прошивки. Выбирается нужный файл прошивки. Второй. И нажимаю кнопку записать. Прошивка записывается. Никакие настройки не сбиваются. Готово. Передатчик обновлен. Можно отключать его от компьютера. И нажать выход. Теперь необходимо записать содержимое SD-карты, которое скачано с интернетом. Для этого при включенной аппаратуре включается USB и выбирается USB Storage. Открываем, монтируется и встроенная память в самом микропроцессоре. Дану будет считать диск J с именем Taranis. И монтируется флешка, вставленная в аппаратуру. И вот сюда в корень флешки необходимо скопировать содержимое этого архива. Вот таким вот образом. Так как у меня уже на флешке все имеется, я не буду заменять эти файлы. Я нажму пропустить. На этом на сегодня все. После обновления прошивки перератчика до последней версии, он готов к обновлению прошивок передающего модуля и принимающего модуля. Ну а это вы увидите в следующем видео. Если видео полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.